Технике безопасности Ну ладно Дверь была закрыта Я видел как оттуда идет свет Хорошо Что у нас тут? Ооо Я нашел еще одного мертвого человека Судя по всему это работник водостока Так Он был Ну то есть Судя по всему Его не проткнули тем ножом Но выглядел он плохо Я выглядел кольцо Ой я выглядел Я увидел кольцо С ключами Выпавшие из его кармана Взял ли я его? Ну конечно же Я очень нервничал Когда я забирал ключи И засовывал в свой карман Камера Отлично Здесь была охранная камера в комнате Да должен быть Способ узнать что тут произошло Может быть Видеокассета Которая нашел Может пригодится мне Так Вернемся назад Здесь у нас дверь Я использовал ключ Чтобы открыть дверь Судя по всему Это то что мне нужно Шкаф полный Записей Все было разложено по порядку Но все покрыто пылью Судя по всему Та видеокассета Которую я нашел Отсутствовала На Ну то есть В шкафу Здесь был старый Видеомагнитофон На Стале охраны И мне было интересно Что я нашел На видеокассете Которую нашел Включить ее Да Господи На видео показан Человек Прямо здесь В канализации Он был у такого Запись выглядела Потрепанной Растянутой Как будто кто-то Специально Измял Пленку Судя по всему Там было Двое людей То есть там Ничего не разобрать было Половина зрителей Наверное И в глазах Не видел Магнитофон Ну короче говоря Пленка Если она Измята Это очень сильно Искажает изображение Я мог почувствовать Запах Свежего воздуха Я судя по всему Наконец-то Наконец-то Выбирался Из этого Странного Учреждения Но мне было Интересно Ключ Который Нашел У работника Модостока Может открыть Что-то еще У нас У нас было Что-то еще Там Закрытое Да Была Закрытая Дверь И там Помните Да Ну-ка Давайте Вернемся И там У нас Оттуда Исходил Запах Вот это Я точно Помню Сейчас Нам Достаточно Быстро Получится Оттуда Дотуда Добежать Поэтому Давайте Сходим Проверим Я не помню Где именно Тут Я попробовал Разные Ключи Из Тех Что я Нашел Рабочего И один Из них Судя по всему Подошел Хорошо Не зря Ходили Коллекция Старых Бутылок От ликера Были Раскиданы По полу Киллер Стена Была Обклеена Десятками Старых Выцвевших Газет Кто бы Это Не сделал Был Одержим Местными Убийствами Судя по Некоторым Вырезкам Телы Были Найдены Рейвенс Я не знаю Что такое В общем В лесу И в одном Случае То есть В багажнике Заброшенного Грузовика Я не мог Быть уверен Но судя по всему Некоторые Из этих Вырезок Уже Были Где-то Встречались Мне В этих Туннелях В этих Туннелях Так Выцвевший Ресипт Это Ну короче говоря Валялась эта бумажка На полу Судя по всему Она была С местной Железнодорожной Станции И Рассчитана На два Билета Я не знал Насколько Это мне пригодится Но Должен ли Был я Взять Эти билеты Да Так Я положил В карман Хорошо Что-то я все В карман тащу Это может Плохо Кончиться Так Но больше Тут дверей Вроде запертых Не было Поэтому Я предпочитаю Спаливать отсюда Тут как-то Достаточно Неожиданно Сильно Меня это Напугало Для 2D Платформера Валим Нафиг Я аж Блин Заголосил Офигеть Так А вот Мы вернулись Что же Выходим наружу Моя нога И лишний вес Оружия Сделали этот Подъем По лестнице Трудным Действительно Я нуждался В этом оружии Или у меня Были какие-то Другие причины Для того Чтобы Носить Носить это С собой То что я Увидел На видеокассете До сих пор Меня Пугало Кто был Этот человек Которого я не видел Тот ли это был Человек Который Спрятал Все эти Вырезки Газет Из Раздевалки А Ну в этой Раздевалке Так Я Продвигался Дальше По лестнице Нашел Задвижку Надо мной И наконец Нашел Свой Побег Ужасный Запах Который Ну то есть Ударил мне В нос От канализации Короче говоря Все Ушел Что то Надо сказать Там Там хоть Более Спокойно Было Ладно Уходим Отсюда Что это Могу я Как-нибудь Дотянуться Старая Лестница Ведущая К древней Водяной Башне Лестница Нуждалась Ну короче Говорю Мне нужно было Что то К ней Приделать Чтобы я Мог Добраться До нее А ну то есть Раздвинуть ее Раздвинул ли я Лестницу Да Я опустил Я опустил Лестницу Вниз Хорошо Что еще у нас Есть Так ладно Тут еще дорога Куда то Идет Давайте 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 Поднимемся На Эту Лестницу Судя По карте На ней Что то есть Судя по карте Которую мы находили Вот Это что за Царапины Так Так Это Кусок Ну то есть Это Плохо пахнущая Грязь С кусочками Листвы Там был Старый Бумажник Я подумал Что он возможно Мой Взял ли я его Ну конечно Раз он мой В бумажнике Ничего не было В том числе Никаких карточек Или там Документов Вообще Ничего не было По крайней мере Он был Достаточно Вместительным Поэтому Ношение оружия Стало более Удобной Задачей Интересно А где Мое водительское Водостоверение И кредитки Отсюда Я мог видеть Лес И там Внизу Вход В канализацию Приходил Я сюда Раньше Если Приходил То Меня Наверняка Кто-нибудь Видел Что Здесь Вообще С этой Башней Как будто Из нее Вырвался Кто-то Тут Как-то Процарапано Все Не очень Мне все Это нравится За мной Кто-то Наблюдает В тенях Загораются Глаза Ржавая Ржавая Дверь Была Закрыта Накрепко С помощью Старого Замка Истлевший Знак На двери Предупреждал О том Что это Какая-то То есть Извещал О том Что это Какое-то Железнодорожное Депо Судя Судя По всему Оно Относилось К Единственной Железнодорожной Станции Города Судя По всему Я не мог Пройти Отсюда Ни в коем Случае Судя Судя По всему Это Должно Быть Именно И был Тот Вход В лес Который Я заметил На карте Когда Смотрел На нее То есть На той Карте В подвале Кто Бо Не ходил В этих Туннелях Под нами То есть По домам Этого Мужчины Оставил Записи Об этом Месте Вот Допустим Вот этот Знак Указывал На Разные Лагерки То есть Лагерь Небольшие И тропинки В лесу Кроме Того Указывался Путь К реке И возможно Путь К душевым Но Остальные Дороги Были Слишком Замыленными Чтобы Их Нормально Увидеть Че В кусты Пойдем Втоптанной Втоптанной В грязь И землю Втоптанная Пластиковая Карта Я ее Почистил И С удивлением Обнаружил Что это была Моя Кредитка Я не уверен Можно ли Было ее Использить Но она Точно Была Моя Взял Я назад Свою Кредитку Да Я положил В карман Кредитную Карту Надеюсь Я и Свою водительскую Удостоверение Тоже найду Через забор Я увидел Дерепедатит Короче говоря Судя по всему Заброшенное Никем Давно Не посещаемое Место Мне стало Интересно Смогу ли я Найти путь К ней Ну Обходной То есть Потому что Тут забор Давайте посмотрим Чушь Это кто там был Я только что Услышал кого-то Так Здесь были Какие-то Личные записи Выброшенные Вместе С камнем Подожди Здесь И дневник Был Прочесть его Ну то есть Они похожи Скомкали бумагу Округ камня И таким образом Зашвыжнули ее Внутри Дешевого Дневника Была страница После Бесполезных Страниц На которых Были записаны Имена И тому подобное Но ничего Из этого Не имело Смысла Самая новая Страница Содержала Несколько Имен Хизер Оливия Эшли Шерил Ирис Дафни Холли Роуз Рэйчел Рэйчел И им было Последним В списке И была Пометка Голубыми Чернилами Имена Дафни И Оливия Были Перечеркнуты Той же Самой Голубой Голубым Чернилами Шерил Хизер И Роуз Были тоже Перечеркнуты Но эти Пометки Выглядели Старше И более Ну то есть уже Судя по всему Больше времени Прошло Так Это плохо Кто охотится На этих Дам Я по-моему Заблудился В лесу Нет Вокруг меня Определенно Кто-то Ходит Несколько угольков Все еще Тлеили В этом Костре Кто Здесь Был Был Лето А что У нас Тут Фонарик Это тот Дом Нет 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 Да Это тот Самый Забор Раковина Судя по всему Выглядела Практически Чистой Это туалет Что ли Отлично Вот еще Не хватало Деревяшка Подпирала Дверь Но Вроде как Не выглядела Особенно Полезной Нужно ли Было Мне Брать Ее Нет Я не Видел Смысла Таскать С собой Эту Деревяшку Почему бы Нам не Взять Ее Вдруг Она Пригодится Я Не знаю Зачем Но Я Взял Деревяшку Пути Как-то Очистить Воду Здесь Не было Но Судя по всему По крайней мере Это все Работало Ох Нехорошие Звуки Тут Так Знак Знак Был Точно Таким Же Как и Первый Который Я Видел Судя По всему Это Должно Быть Был Выход На Другой Стороне Леса Я Наконец Нашел Выход Покинув Это Место Я Знал Что Никогда Не захочу Вернуться Сюда Через Деревья Наконец Начал Видеть Свет Я Должно Быть Был На Опушке Леса Но Я Не был Уверен Куда Меня Приведет Мой Путь Я Практически Чувствовал Этот Дневник Который Лежал В моем Кармане Все Время Когда Я Думал О том Что Жить Записи В нем Могли Значить Ну И Кроме Того Где Все Люди Которые Здесь Так Или Иначе Находились Встречу Ли Я Их Так Так Ну Несмотря На То Что Говорит По Дороге Никого Не Был Я Все Еще Чувствовал Себя Защищенным И То есть Внимательным Несмотря На То Что Дорога Была Достаточно Заброшенной Но Кто Знал Что Ждет Спереди Простите За временами Недословный Перевод Я Сегодня Очень Уставший Ну Как Обычно Но По Крайней Мере Люди Говорят Ну Раз Ты Уставший Мол Отдохни Я За Играми Отдыхаю Так Что Единожды Ну То есть Как только Я ступил В проход Я Внезапно Узнал Что Здесь Была Фабрика По Производству Автозапчастей Я Здесь Работал Машинистом Все Эти Годы Сейчас Фабрика Была Закрыта Уже Три Года Как Видало Лучшие Времена Я Слышал Какое-то Непонят Какие-то Непонятные Звуки Позади Меня Возможно Это Был Просто Ветер Вон Уже Высотки Пошли Да Я Нашел Тело Охранника Человека Просто Выполнявшего Свою Работу Без Сомнений Его Лицо Было Покрыто Кровью От Какой-то Раны В голову Интересно Это Не его Фонарик Был В земле Лежали Втоптанными Старые Часы Сначала Мой Бумажник И Теперь Это Взял Ле Часы Ну Да Часы Были Бесполезны Но Я Положил Их А Но Я Надел Их На Свое Запястье Как бы Там Ни Было Хорошо Уходим Что это за звуки Одна Из Раздевалок Открылась Ее содержимое было разбросано вокруг Как будто бы кто-то искал что-то Дверь была крепко закрыта Знак на ней Гласил Внимание Закрыто на ремонт Не думаю что оно могло открыться Так Щитовая Похоже здесь была большая щитовая С пятью огнями на ней Кабели Короче кабель тянулись к другим частям фабрики Короче говоря электричества не было Дверь была закрыта Похоже что она была Присоединена К этой щитовой Ну то есть была запитана От нее Нужно короче Включить вот это И потом в итоге Что-то у нас да получится Сейчас нам нужно идти наверх Каждый угол Этого завода Пах Старостью и запустением Я заметил Старый бюллетень На стене То есть Расписание похоже Наш старый Стол Ну обеденный стол На нем говорит Ничего нет Доска Содержала на себе Пожелтевшие от времени Вырезки из газет И записки Здесь были записи И от парней Которые здесь работали Один из них Одним из них был Норман Который был одним Из самых старых Ребят На линии То есть Мини Так Еще одна Щитовая панель Судя по всему Она выключена Должен я включить ее Так Панель все еще не работала Должен ли я по новой Ее щелкнуть Ага Хорошо Открытая раздевалка Была заполнена Старой Рабочей Одеждой И старыми Ботинками Здесь было фото Женщины Внутри Но оно было Расцарапано И лицо Было Неузнаваемо Так Еще одна панель Хорошо Это сразу Включилось Крепко было Закрыто Здесь был Приемный механизм Для карточек Так Но сначала Понятное дело Нужно запитать Электричеством Читовую внизу Для этого Нам судя по всему Придется Полыше подняться Еще Продолжение следует